Друзья, до сих пор я читаю на главных провокационных русскоязычных сайтах армянских, что скопились фуры, ситуация с фурами ужасная. Дорогие друзья, хочу сразу же сказать, что никаких фур на дороге Горискапан нет, ни одной фуры. Все фуры аккуратно едут через дорогу, через Татев. Да, эта дорога более сложная, она грунтовая, там очень много сложных поворотов, она не в самом лучшем состоянии, она более длинная, это действительно так. Но фуры из Ирана все до единого уехали через другие дороги, которые проходят через безопасные участки Сюникской области Армении. Поэтому вот первый нюанс, да, сколько лицемерия и гнили в русскоязычных сайтах, которые работают на оппозицию, на армянскую общину России, что они пишут про то, что фуры скопились, блокада, нет никакой блокады. Все машины аккуратно едут через дорогу Татев. Еще раз напомню, что любая информация в пабликах или в сайтах, что фуры скопились является ложью и дезинформацией. То же самое касается армянских телеграм-каналов. Дорогие друзья, на данный момент идут переговоры не России с Азербайджаном, а службы национальной безопасности Армении с азербайджанской стороной. В этих переговорах участвует в том числе пограничная служба России. То есть идут переговоры между СМБ Армении и азербайджанской стороной, и в них участвует в том числе погранслужба России. На данный момент азербайджанская сторона передала службе национальной безопасности Армении определенную информацию, связанную по версии азербайджанской стороны с провокацией со стороны армянских отдельных людей, которые по версии Азербайджана нанесли ножевые ранения азербайджанскому военнослужащему. Напомню, что несколько заявлений прозвучало официально со стороны властей Армении о том, что эта ситуация будет расследована и если это подтвердится, соответственно, то он будет совершенно другой. Что я хочу сказать? Если каждый час все больше и больше увеличивается информация о том, что передана важная информация, она проверяется, это означает, что информация про то, что там было какое-то ЧП или провокация может и подтвердиться. На этом фоне, что я хотел подчеркнуть, что и карабахские телеграм-каналы или и СМИ, которые поддерживают Дашнакова, Артура Ванетяна, Сейрана Уганяна, не знаю, всех подряд, да, все время пишут о том, что вот азербайджанцы просто перекрыли дорогу. То есть у нас в стране и в диаспоре и в Карабахе живет огромное количество гнилья, которое, не разобравшись ни в какой ситуации, сообщает вам в своих телеграм-каналах, в своих сайтах, да, в своих пабликах, что вот блокада, вот Пашинян такой-сякой. Слушайте, хватит уже все сваливать на Никола Пашиняна и все вы и армянская диаспора России в лице ее организации, я говорю не о простых людях, и армянская оппозиция, и Дашнак Цу Цун, и весь Карабахский клан, даже грязи не стоит под ногтями Никола Пашиняна. Поэтому хватит уже писать везде Пашинян, Пашинян. У нас есть пограничники, у нас есть пекари, у нас есть врачи, и каждый отвечает за свою зону. Дальше. Сайты пишут, азербайджанцы окопались на дороге Капан-Горис. Только идиоты могут такое писать, и только идиоты могут поверить в такую информацию. Объясняю почему. Потому что азербайджанцы стоят уже 10 месяцев по ту сторону дороги, которая называется дорога Капан-Горис. Как могут азербайджанцы окопаться возле дороги, если они там находились все эти 10 месяцев? И те люди, которые живут в Сюнике, могут подтвердить мои слова, что каждый раз, когда мы проезжали по дороге Капан-Горис, мы видели азербайджанские флаги на двух участках, двух отрезках, где по ту сторону стояли азербайджанские солдаты или пограничники, я не знаю, кто там стоит. Так что они не могут окопаться там, где они уже давным-давно окопались. Речь идет о тех участках дороги Горис-Капан, где их территория. Их территория. Кого-то это волнует, кому-то это не нравится, я могу это понять. Но я не могу понять, что мы хотим от властей Армении. Если эта карта была начерчена советскими властями для того, чтобы армяне и азербайджанцы ругались, ехали через друг друга, потом перерезали друг другу глотку, чтобы ими было легко управлять. Эта дорога была построена неспроста вот такая. То есть, условно говоря, в селе Шурнух, например, я знаю, что недалеко от села Шурнух примерно 13 маленьких фрагментов дороги принадлежат азербайджанской стороне. И если на протяжении 10 месяцев все люди ехали по этой дороге, тысячу раз карабахские телеграм-каналы писали, что людей будут похищать, людей будут убивать на этой дороге. А сколько человек похитили на дороге к Апангории? Скажите, пожалуйста, сколько человек? Вот вы там задницу свою рвали, обманывали людей, что людей будут похищать, бедный сюник. Вот мы говорим, плохие азербайджанцы, турки. В первую очередь, плохие люди из нашего народа. В первую очередь, первый наш враг, враг армянского народа, это армянская оппозиция, это карабахский клан, и это главы армянских организаций России, это первые убийцы, первые преступники и первые дьяволы в нашем обществе и в нашем окружении. И я об этом много раз говорил, что наш враг не азербайджан и Турция, а карабахский клан, дашнаки и главы армянских организаций России, которые все эти 30 лет воруют деньги, собирают деньги с главы армянских общин и набивают свои карманы деньгами. Что касается азербайджанцев и армян, то, что армян и азербайджанцев постоянно ссорят, подливают масла в огонь, то, что в интернете есть большое количество телеграм-каналов, где сидят отдельно спецслужбы азербайджанца, в отдельно третьей страны, отдельно провокаторы, это не жители Армении, но от имени армян я каналы карабахский паблик, карабахский такой, карабахский секой, а причем тут простые карабахцы и люди, которые от имени карабахцев подливают масла в огонь. Это следующее. Почему у нас в парламенте такой бардак? Многие спрашивают, а почему Сейран Оганян сбросил маску со своего лица? Вот Сейран Оганян на протяжении десятилетия притворялся перед всем армянским народом, что у него очки, он такой умный, да, вот он такой интеллигентный, он Сейран Оганян, вот он такой вот крутой министр обороны, такой знающий, да, обо всем. В действительности Сейран Оганян, да, сбросил маску с себя, вот тот момент, когда он швырнул бутылку и когда камера показала мимику Сейрана Оганяна, да, перекосившаяся мимика, я бы сказал, рожа Сейрана Оганяна, когда он вот буквально в смысле вот так взял бутылку, швырнул. Сейран Оганян бросил с себя маску, Сейран Оганяна отсутствует, инка, ова. Да, у Сейрана Оганяна мишт эгэля эт деви, тарах, у Сейрана Оганяна всегда был такой злой, мерзкий и отвратительный тип, потому что Сейран Оганян представитель карабахского клана. И то, что он сидит в парламенте в первом ряду, у него нет ни капли культуры, у Сейрана Оганяна ни капли нет интеллигенции, да, и то, что он показал вот этот бандитский поступок, когда взял швырнул бутылку, он именно такой и есть. Искр, у Сейрана Оганяна, что он не может быть в первом ряду, он не может быть в первом ряду, но это не может быть в первом ряду, но и в первом ряду. Так что, что касается Сейрана Оганяна, это нам на руке то, что он швырнул бутылку и показал, кто он такой на самом деле есть. Когда я вижу Сейрана Оганяна в парламенте, для меня Сейран Оганян и Тигран Абрахамян, да, там вот есть такой с пухлыми губками, видно, что жрет с утра до вечера. Тигран Абрахамян, или как, похоже на свинью такой, в том плане, что не в плане физическом, да, а вот у него лицо действительно свиньи, на ней нет никакой мимики. А вот у свиньи, да, и овец, и у коров, у них нет никакой мимики, они не могут сострадать, любить. Вот этот Тигран Абрахамян, он был советником экс-президента. При Тигране Абрахамяне, вот он выступает в парламенте, слушай, при тебе бесплатно армянских солдат вы использовали для рубки слов. Ты такой был хороший советник, а чё ж ты не сказал Бако Саакяну, что издеваться над армянским солдатом и использовать в качестве рабов армянских солдатов нельзя. Если ты был такой крутой советник, а сейчас ты сидишь в парламенте и ты выступаешь, да, кто ты такой? Ты для нас символ карабахского клана. При тебе, когда ты был советником, издевались над армянскими солдатами. Ты так защищал Армению. Что же ты ни разу никаких замечаний не делал своим президентом? Ты же был советником. Какие ты советы давал? При тебе армянских солдат за кражу яблок сажали в шушинскую тюрьму. Ты же был советником экс-президента. А чё ж ты не советовал не сажать детей за кражу яблок в шушинскую тюрьму? Ты же настоящий патриот армянин. Ты нашел, у меня есть, что я сказал, что в помещении себе армянский Туран, который вы чувствует каш下, и сетжок, и сетжок, и сетжка, и сетжок. И сегодня, да, азербайджанцы и Алиев смеются над армянским парламентом и помогают смеяться Алиеву и азербайджанскому народу. Кочаряновские, Сержевские депутаты, да, люди пришли, сели в парламент. Что вы за это время сделали? Что вы за это время сделали для этой страны, кроме сплитенной провокации? Если бы Кочаряновские депутаты и Сержевские депутаты знали бы, что каждый их закон должен помогать Республике Армении и населению Армении, они бы себя так не вели. У Айн Мартик, воронг депутаты, Кочаряновские депутаты, да, Сержи и Артур Ванецяне подгамовы, да, это только у ЗЦЕЛЬ. Да, это истат СЕЛЬ. Вы нацелеки Хисун Хазар Драмов депутаты, депутаты, да, это истат СЕЛЬ. Получайте то, за что вы голосовали. Немного, немало то, за что вы голосовали. Может быть Карин Тонуэн скажет, что она нашла деньги по дороге в Ереване, и тогда все вопросы будут сняты, потому что в Фейсбуке все пишут, что друг Кочаряна платит ей деньги, платил во всяком случае, на то, чтобы она участвовала в выборах, и вот нужно развеять эти сплетни и слухи. Но я вам еще раз повторяю, что я не верю ни одному слову этой женщины, и ей должно быть в какой-то мере неправильно, она должна понимать, что не нужно трогать премьер-министра. Наш премьер-министр тысячу раз лучше, чем те, кто привели нас к поражению. А что Карин Тонуэн не знает, что в этом виноваты и Левонтер Петросян, и Роберт Кочарян, и Серж Саркисян. Вот некоторые говорят, хватит писать про прошлых. Мы не то, что прекратим писать про прошлых, мы в 10 раз больше будем про них писать, поэтому не надо здесь писать, что... Вот недавно у нас был случай в армии, да, все телеграм-каналы написали, что азербайджанцы сделали диверсию, азербайджанцы... Впервые за всю историю Армении официально Следственный комитет написал, что убийство трех солдат в Сюникской области произошло по вине секса. Т.е. нори с этим писать, что мне не рассказали, я не вещал. Мы не знаем, что мы не знаем. Есть очень много людей, это правда, абсолютная правда, в Армении, Карабахе и в России, очень много людей, которые слышат, что кто-то где-то застрелил, пишут, что вот, азербайджанцы устроили провокацию, украли. Впервые за всю историю Армении у Следственного комитета Армении лопнуло терпение, и Следственный комитет Армении написал, что причина расстрела трех армянских парней – это секс. А что произошло? Произошло, что сейчас арестовано двое солдат, арестован тот, кто застрелил, арестован тот, кто насиловал застрелившего, и убиты трое парней. Вот я вам хочу сообщить информацию, которую, считайте, от меня вы ее слышите, потому что ее нигде нет. Дедушка одного из убитых солдат хотел повеситься. Это абсолютная правда. Я думаю, что вы должны четко понимать, что дедушка не просто так хотел себя повесить, дедушка одного из убитых парней, потому что когда ты везде читаешь, что ребята занимались сексом, и поэтому один застрелил остальных, да, и четвертого он не успел застрелить. Почему Следственный комитет написал, что там был секс? Вы не поняли? Потому что Следственный комитет видит, что провокаторы из Карабахского клана, из окружения Артура Ванетяна, Сейрана Уганяна, да, их телеграм-канала левые пишут, что вот опять азербайджанцы убили троих солдат. Артенен Энканен зызыв церэллит провокация нырёв. Вор мартик верцерэллит грыл. Я считаю, что нужно объявить публично для всех, что любой, кто издевается над армянским солдатом, это враг армянского народа, да, вот те, кто насилует, это враги армянского народа, чтобы люди, которые в деревне получили труп насильника, то есть враг и тот, кто насилует, и враг тот, кто стреляет своего сослуживца, потому что солдат должен беречь солдата. У нас каждый солдат на вес бриллиантов, у нас каждый солдат на вес золота. И если какой-то солдат насилует другого солдата или какой-то солдат убивает другого солдата, министр обороны должен выступить перед всем народом и сказать, что любой солдат, который обижает другого солдата, это враг армянского народа. Я считаю, что вот эта воспитательная работа, вот эти воспитательные заявления, будут иметь обязательно эффект это сто процентов вот такие заявления будут иметь очень мощный эффект потому что люди которые служат в армию и люди которые отправляют своего сына в армию они должны не должны говорить где-то сенча и таки знака хпэля временец хпи в очередь фрбана чекерем из кранера торчит из патчарова и свечака из патчару что касается сюника хотел бы чтобы мы закончили тему на сюнике есть информация которую не пишут в официальных изданиях есть информация о которой много нельзя говорить но вот чтобы вы по-другому посмотрели на ситуацию сюником вот представьте себе может быть вы от меня это услышите что на многих участках армяно-азербайджанской и джанской границы особенно это касается армяно-азербайджанской границы есть ребята азербайджанцы и армяне которые сам друг с другом неплохо ладят сейчас давайте подождем узнаем что будет говорить с мб армении что все-таки произошло в сюнике но у меня есть догадки я имею право поделиться своими догадками у меня есть догадки что какие-то солдаты покупают бензин у азербайджанцев или керосин у меня есть догадки что они обмениваются кофе сигареты и продукты они берут бензин иногда дешево у азербайджанцев и продают его в сюнике может быть я не прав но это моя догадка и если азербайджанская сторона говорит что армяне двое армян ударили ножом в грудь азербайджанцы и они были достаточно далеко от армяно-азербайджанской границе это может означать и азербайджанцы могут точно не знать это может означать что некоторые азербайджанцы и некоторые армяне пограничники иногда общаются друг с другом иногда они смеются а иногда кто-то напивается и может кого-то поранить или избить в данном случае в начале эфира я уже говорил что за многими провокациями может стоять не только азербайджан но и карабахский клан и армянская оппозиция поверьте что я говорю правду спасибо всем кто смотрел этот эфир и спасибо всем кто поделится этим эфиром потому что основная моя ресурсная база сейчас заблокирована заблокировали и армяне и лица третьих стран поэтому я призываю моих подписчиков с этой страницы поделиться и